Как часто, друзья, мы с вами умеем слушать, слышать и понимать другого человека. Сегодня мы с вами поговорим на очень серьезную, крайне важную тему, что касается о взаимоотношениях между людьми. Это умение слушать, слышать и понимать. Казалось бы, первые два слова «слушать» и «слышать» чем-то очень сильно похоже, но на самом деле они имеют огромное друг о дружке отличие. Потому что слушать – это слушать ушами, а слышать – это когда уже наши какие-то определенные слова, либо же какие-то вещи, которые нам говорит другой человек, уже переходят от наших ушей к нашему мозгу, когда мы уже слышим человека то, что он нам говорит. То есть воспринимаем так, как должно, а не так, как нам хочется. Если же человек не готов слышать, то и к третьему, к пониманию, разумеется, он не перейдет. Но и понимать, разумеется, у нас не может, либо же не захочет. Тут уже все зависит от самого человека. Крайне важно уметь слушать, слышать и понимать. На самом деле не только между друзьями, чтобы друг услышал друга, либо же подруга услышала подругу, либо друг услышал подругу. А самое главное – это в отношениях между, прежде всего, мужем, женой, да, там, допустим, парнем и девушкой, умение друг друга слышать и понимать. Потому что процентов 80 людей на самом деле умеют слушать. Мы умеем слушать. Ну, процентов 80 человек как минимум. Слышать уже в два раза меньше людей умеет, а понимать в три раза меньше. То есть деление происходит. Смотрите, процентов 80 человек умеет слушать. Даже, может быть, 70. Мы делим на два. Это те, кто умеет слышать, 35 процентов остается. И те, кто умеет понимать, уже еще намного меньше процент. Потому что мы в большинстве своем случаев, к сожалению, слышим или понимаем со своей колокольни. То есть мы не можем, к сожалению, не умеем практически воспринимать человека так, как должно воспринимать другого человека. А это является крайне важным фактом того, чтобы у нас с вами были правильные отношения. Допустим, между мужем и женой. Что посеет человек, то и пожнет. То есть если вы не умеете слышать, вы не умеете понимать, муж, жену или жена мужа, если оба там друг друга не понимают, то впоследствии эти отношения, они просто разрушатся. Слушать. Сесть, любимая, дорогая, давай сядем вместе, поговорим. Хорошо, давай. Все свои вот эти штучки, дрючки, как любят люди. Брать в руки телефоны во время разговоров. Это все нужно убирать. Потому что нужно слушать человека. Не в телефоне сидеть там в папку играть или там в Лигу Легенд. Ребятушки, понимаете, не бредом заниматься, а слушать человека. Слушать внимательно, что вам человек говорит, какая бы ситуация ни была. Понимаете, если вы будете сидеть и играть в телефоне, это уже как минимум показывает ваше неуважение к человеку. Второе, что вероятнее всего вы не сможете слушать, вы не услышите. Мы не говорим про слово слышать. Не сможете слушать нормально человека. Поэтому убирайте телефон в сторону. Любые какие-то вещи, чтобы быть внимательным. Допустим, если вы там на работе заняты, сказать, я сейчас, к сожалению, не способен сосредоточиться на разговор. Прости, пожалуйста, давай вот как я только буквально освобожусь. Если у вас дело не слишком срочное, да, либо человек вам чересчур дорог, ну тогда уж, ребятушки, отвлекитесь от каких-то своих дел ради человека. И, ну, отвлекитесь ради человека. Если вы можете. Слушайте и послушайте человека. Слышать. Вторая степень, вторая стадия, к которой не все люди, к сожалению, переходят. То есть он послушал, ага, 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 опять он не втирает какую-то дичь, да, там, или, допустим, он не втирает какую-то дичь. Ты послушал ради приличия, ну и забил на человека. Вы не слышите, значит, человека. Ну, а до понимания и не доходят. Допустим, человек вам говорит о какой-то душевной боли. Ему тяжело, ему плохо, ему больно, да, может быть, у него, допустим, слезы. Конечно, не всем легко как-то и просто терпеть слезы. Особенно, допустим, бывают ситуации, когда не девушка, да, там плачется парню, а парень плачет девушке. Все люди разные, друзья мои. Я вот за не первый год своего опыта, да, общения с людьми, хочу вам сказать, что важно понимание не только со стороны парня к девушке. То есть, когда девушка плачется парню, парень ее ободряет, все будет нормально, все будет хорошо. Хорошо, поверьте, бывают ситуации, когда плачут и парни. Такие ситуации, они реально есть. И я как бы не хочу себя как-то задеть, как-то, да, там, обидеть или себя как-то выставить неправильно. Но как люди на меня не смотрят, да, как бы по моим фотографиям, кто видит, что я там качаюсь, занимаюсь, я тоже умею плакать. И я вам скажу, друзья мои, что лично для меня выбор, лучше я пролью слезы, нежели чем кто-то будет из-за меня лить слезы. Потому что по своему опыту, то, каким человеком я был раньше, еще лет, так, года четыре тому назад, я вам скажу, что, ну, воспоминаний хороших мало. И слушать человека, что человек тебе рассказывает, что-то случилось, что-то произошло. Девушка рассказывает, допустим, ты говоришь, да, хорошо, давай я тебя послушаю. Девушка рассказывает какую-то что-то историю, для нее это может быть очень тяжелая ситуация. Допустим, для любого, как вот, даже для меня, когда там, для мужчины, к примеру, представьте ситуацию, может быть, умирает какой-то зверек. Ну, там, кошечка, собачка или какое-то там еще домашнее животное. И человеку плохо, человеку больно. Поверьте, мне в мои 25 лет, мне тоже было бы очень тяжело, очень больно, когда у меня умирали какие-то коты, маленькая черепашка, которая умерла у меня лет, сколько там, это было назад, лет 6, может быть, назад. До сих пор помню, мне было от этого очень нелегко. И да, реально у меня были слезы. Под Новый год, 2022 год, наступал кот в муках умирал, у которого было воспаление какое-то, не смогли его вылечить, он просто умирал медленно. У меня были слезы, я просто слушать вот эти вопли, вот эти стоны животного, которые умирают в муках, плачут. Я вам скажу, ребятушки, если у человека есть сердце, и он умеет как-то любить, и ему тяжело становится, он не сможет это терпеть. Это будет очень сложно терпеть. Повторюсь, если у человека есть сердце, если у человека есть хоть какая-то капля чувства любви, выслушать человека. Да, давай, я тебя послушаю. Человек начинает рассказывать. Слушать необходимо человека очень внимательно. Очень внимательно, друзья мои. И это очень важно. Я музыку еще врубил случайно. Класс. Все, выключил. Выслушать. Чтобы у человека было доверие, и чтобы человек мог обратить внимание на то, что вы внимательны к нему. Неважно, парень это или девушка, кто угодно. Если человек для вас дорог, то, разумеется, вы будете готовы его слушать. Вы будете готовы его слушать, если человек для вас дорог. Если он для вас ничего не значит, то, разумеется, к сожалению, вот у меня были ситуации в жизни, что человек, с одной стороны, вроде как показывает какую-то свою симпатию. Человек, с которым я знаком вот уже не первый год, и, кстати говоря, практически около, наверное, 10 лет. Но, с другой стороны, человек просто надо мной насмехается. И человек знает, каким я был, человек помнит, каким я был, когда я мог и послать, и оскорбить, и обозвать матом очень-очень-очень далеко и надолго. Уже как поменявшись, да, уже как 4 года, я, в свою очередь, признаваясь человеку в чувствах каких-то, да, когда мне тяжело, когда мне больно, причем свой собственный день рождения. Просто увидел насмешки в свой адрес. Насмешки? Друзья мои, насмешки. Стёп. Это просто, ну, это аморально. Это ужасно. Какое можно говорить вообще симпатии, а не безразличии человека? Человеку наплевать. Ничего нету в человеке. Какого-то понимания чего-то, либо вот... Доброго, абсолютно, к сожалению. И следующая степень, когда мы стадия, мы слушаем человека внимательно, вникаем в суть того, что нам рассказывает, мы его стараемся слышать. Самый также лучший вариант, это на всякий случай, если вы что-то не понимаете у человека, переспрашивать. Сказать, смотри, вот ты мне сказал вот это, вот это, вот это. Я правильно ли понял? И говорить человеку, как вы поняли. И человек, допустим, говорит, да, всё правильно. Чтобы можно было убедиться в том, что вы его правильно слышите. Вы слушаете человека и стараетесь слышать, услышать, вникнуть в суть того, что вам человек рассказывает. Какой-то ситуация, какой-то проблеме. Что ему тяжело, плохо, допустим, да, там... Может быть, там, какие-то проблемные взаимоотношения, может быть, там, с родителями. И... Вникая в проблему, мы стараемся понимать человека. Это уже третья степень. То есть, это уже третья стадия у нас с вами идёт, когда мы человека слышим. И нужно уметь, самое главное, ободрить. Если, допустим, парень дорог для девушки, девушка дорога для парня, поверьте, что у парня тоже могут быть определённые ситуации, обстоятельства. Я повторюсь, я лишь говорю сейчас за себя. Я человек эмоциональный и человек чувственный. То есть, я способен какую-то проблему, скажем так, пронести через своё сердце. Не все люди так делают. То есть, есть люди, которым наплевать. Есть люди, которые не покажут слёз, да, перед кем-то. Они пойдут и будут плакать или рыдать, допустим, где-то вдали, там, вдалеке от других людей. И в попытке показать себя сильным, в итоге потом человек начинает стебаться над другим человеком. Я вот в курсе, да, как бы о таких людях тоже. Начинает смеяться над другим человеком. Начинает не показывать слёз, но показывать насмешки и ухмылки. А, как правило, обычно это бывает из-за того, что первый человек несчастлив, второй, либо человек завидует. Вариантов немного. Особенно, когда человек ещё играется на ваших чувствах. Мы тоже по этому поводу поговорим, почему на чувствах играться не стоит. Какие за этим следуют потом последствия. Очень неприятные, чтобы был опыт у людей. Потом, в итоге. И это ужасно. Это просто ужасно. И мы пытаемся понимать человека. Мы пытаемся, мы понимаем человека, вникаем в его суть проблемы и слушаем. Там, независимо от пола, да, там, мужчина, женщина, да, как бы, все, повторюсь, люди разные. Я говорю по себе, что я человек довольно чувственный и способен какую-то проблему, допустим, через своё сердце пронести. И сострадать максимально человеку просто потому, что вот восприняв его ситуацию какую-то как на себе, да, скажем так, приняв его на своё место, переняв просто полностью его, и что было бы со мной. И понимание своим разумом, да, максимально, вникнув просто в суть того, что мне человек говорит, вот, думаю о том, насколько мне было бы сложно и больно. И такие ситуации, они нередки, друзья мои, у меня бывали, когда мне что-то человек рассказывает, и реальные ситуации просто ужасные, рядом он выходящие. И мне очень больно становится за человека. Серьёзно, было вплоть до слёз. Но на это, к сожалению, способны не все люди. Большинство людей, к сожалению, из-за эгоизма и безразличия, люди, далее чем слушать, не переходят. То есть, людям не интересно чужие проблемы, людям не интересно понимание, там, другого чужого человека, который он вообще там, может быть, даже люди и знакомы, казалось бы, человек говорит, друг, друг, ты мне друг, ты мне друг, а в итоге что от этого? Друзья мои, кто такой друг? Кто такой друг? Тот, кто поддержит, тот, кто ободрит, тот, кто не будет над тобой стебаться, тот, кто не будет над тобой издеваться, тот, кто будет тебя ценить, тот, кто будет тебя любить. Вот тот такой друг. Не путайте, ребятушки, понимание. Если вас человек называют другом, как у меня есть такой, один, один, одна, неважно. Говорит, ты мне друг, ты мне друг, в итоге стеб надо мной постоянный. Простите, но я не могу такое назвать дружбой. Я, конечно, понимаю, ребят, что все мы из-за каких-то вот определенных черт или особенностей характера, да, каких-то там проблем в нашей жизни, мы себя ведем как-то, ну, неподобающе или не так, как бы хотели себя вести. Но, простите, не повод, ты сам портишь отношения с человеком тем, что ты его высмеиваешь. Когда человек к тебе чистым сердцем искренне к тебе стремится, а ты просто издеваешься. Мне просто жалко таких людей на самом деле. То есть, последствия за этим будет следовать, если ты верующий, ну, соответственно, ты, как бы, получишь воздаяние, если ты неверующий человек, ты тоже получишь воздаяние. Но еще и от Бога по делам судимый потом уже еще дополнительно, если с этим будешь, как ты, как человек, который просто с кем-то игрался на чувствах, на эмоциях кого-то, кем-то пользовался, да, либо просто над кем-то стебался. То есть, судим по делам, и за это будет соответствующее наказание. Ну, и возмездие, в том числе, в знак того, что потом в итоге в твоей жизни такие же люди потом будут появляться, которые к тебе будут относиться точно так же. Которым будет на тебя наплевать. Ты к человеку с чистым сердцем, с искренним сердцем, от чистого сердца, а человеку будет наплевать, он на тобой начнет насмехаться и стебаться. Не удивляйся этому. Вот мы слушаем человека, и сначала его слова, то, что он нам говорит, попадает нам, ну, в уши, ушли раковины. Затем все переходит в мозг. Там, где мы слышим человека, начинаем слышать, то есть воспринимать его слова, как то, что он говорит нашим разумом. Слышим, когда до мозга доходят слова. Если до мозга слова не доходят, то дальше, чем слушать, у нас никуда не идет. То есть, когда человек говорит, все, хватит, перестань там, отвали, ты мне надоелся со своими проблемами, или ты мне надоелся со своими проблемами, хватит загоняться и все прочее. Когда человек начинает говорить, это значит, что он не хочет даже слушать. То есть, дальше никуда ничего не пойдет. Нет первой даже степени, нет первой стадии слушания. Уже дальше никуда ничего не пойдет. Потому что не сможет дальше пойти, человек тебя не слушает. Если хотя бы слушать, еще есть шанс, что он тебя будет слышать Ты говоришь, что как тебе тяжело, как тебе больно К сожалению, я вот как бы человеку об этом говорил Но надо мной был стеб То есть до степени слышать не доходило Человеку все равно Человеку нравится, что ты проявляешь внимание Он просто стебется над твоими чувствами Ему наплевать И при этом задается вопрос тебе человек Когда ты через неделю, через две ему напишешь сообщение Он тебе задает вопрос, куда ты пропадал И я тебя чем-то обидел Или ничем не обидел Скажи, что чем-то обидел Или обидела Последствия будут какие? Типа, да ты сам виноват Я тут раскаивался перед человеком Ты валяешься Сидишь в слезах к человеку В чем-то признаешь, что тебе тяжело, тебе больно Над тобой стебутся Еще оказывается, что ты сам виноват У людей явно какие-то Наверное, проблемы может быть Я не знаю Давайте не будем, ладно, об этом Мы слышим человека Вникаем в его проблему Переспрашиваем, если вдруг что Правильно ли мы его поняли Слышать Повторюсь, если вы муж и жена То это неотъемлемо важная часть Обязательно Необходимо Уметь друг друга слышать Да там, допустим Когда там жена, допустим, говорит О чем стоит задуматься человеку Либо муж говорит жене своей Да ты никогда меня не слушаешь Ты никогда меня не слышишь Не надо этого человека гнать Типа Да отвали, ты достал Достал И все, вали отсюда Иди отсюда Не надо так делать Вы отношения разрушаете Особенно если в браке Один верующий Другой неверующий Не надо пользоваться Положением верующего человека Потому что я такие семьи знаю И я вам скажу, ребятушки Что мне очень больно За супругов верующих в браке Потому что они реально Просто стянают и страдают Поверьте, знаю О чем говорю Вместо того, чтобы прогнать человека И сказать Просто остановиться Вместо того, чтобы там Ругаться, кричать на человека в ответ Человек говорит Ты никогда меня не слушал Ты никогда меня не слышал Ты никогда меня не понимал Или не понимаешь Остановиться Внутри себя В голове своей И сказать Я хочу тебя послушать Пожалуйста Играйте во что-то Покиньте игру Да там Пускай там дота Досрать то, что вам там Лоу приор дадут На три или на пять игр Неважно Вам человек должен быть дороже Чем эти игры Взяли, вышли из игры Подошли к человеку Обняли Поцеловали Сказали Я тебя люблю Я хочу тебя слышать Одумайтесь Остановитесь В конце концов Все Принять решение Я хочу тебя слышать Прости меня, пожалуйста Умоляю Осознать в сердце своем Если вы искренне осознаете В своем сердце Вам будет Больно Вам будет тяжело И если вас совесть обличает То вы почувствуете это В сердце своем Может быть даже Вплоть до слез Такое тоже может быть Главное не переигрывать Конечно Но может быть такое Что совесть обличает Внутри тебя И ты понимаешь Просто вот Как ты себя Вел по По уродски Осознать это Чтоб человек Это видел И понял И меняться Сели Начали слышать человека Слышать человека Что-то спрашивать Внимательно Поговорили Понимать человека Понять Что человек хочет вам сказать Я напомню Я напомню Повторюсь Что для человека Одна вещь какая-то Может быть Ничего не значит Для другого Это может быть Трагедия Понимаете Для одного То что не является проблемой Для другого Может являться проблемой И нужно уметь Понять этого человека Допустим Если я Никогда практически Не рисовал То для меня Допустим Какие-то там Ситуации Связанные с рисованием Какие-нибудь Может быть Кисточки Или там Я не знаю Все что угодно Может не иметь Никакого значения Что-то поломалось Еще что-то Либо прочее Для другого Человека Это может быть Трагедия Так же Как и у меня Ситуация Допустим С компьютером Либо же Может быть Допустим С атлетикой Я допустим Качаюсь К примеру Качаюсь Качаюсь Результата Нет Мне тяжело Мне плохо Я хочу Чтобы у меня Был результат Я к примеру Начну человеку Рассказывать Какому-то Может быть Там девушка Которая там Мне дорога Для которой Вот мое мнение Вот ее мнение Для меня Сильно значит И я обращаюсь Именно к этому Человеку За мнением Спросить Сказать Что Вот Каково твое мнение Насчет этой ситуации Мне тяжело Я хочу Чтобы у меня Был лучший результат Если человек Надо мной Посмеется Мне тяжело Для меня Это трагедия Понимаете Вот Для меня Это трагедия Для него Для нее Человек Никогда не занимался Атлетикой Он не понимает О чем ты ему Рассказываешь Что ты ходишь В тренажерку Что ты там Я не знаю Там Там Блин Жрешь Как пылесос Все поедаешь Просто И в итоге Результата Нет А во всех этих Принципах Я вам говорю Как пример Ситуации Потому что Я Ну как бы Разбираюсь Понимаю Что был результат Что нужно Там есть И так далее И так далее Это я для примера Ситуацию Сказал И допустим Друг твой Или подруга Ты рассказываешь 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 Над тобой Либо посмеются Как я сказал Допустим Написал Что я вот хочу Допустим Я качаться начал И мне ситуация Такая Мне в ответ Прилетает По типу Тебе лет 10 Придется Типа тренироваться Для того Чтобы Хоть что-то Накачать И свалик Свиющийся В конце Я в итоге Скинул фотку Ну вот Как бы Вот Всего лишь За год Результат Тишина В ответ То есть Смех пропал Над чем Насмехаться Когда ты Результат Видишь Причем За такой Короткий Примежит Времени И Как бы Все Человек Не захотел Меня послушать Не захотел Меня услышать Не поинтересовался В ответ Чем-то Какие-то вопросы Не задал Человеку Не интересно Человеку Наплевать Человек Просто хотел Посмеяться Надо мной То есть Все Я уже понимаю Что человек Меня этот Слышать Не будет Понимать Он меня Не будет Но мы Должны В ответ Уметь Понимать Другого Человека Понимаете То есть Если человек Обращается именно к вам, конкретно к вам. Плачется вам. Обращается именно к вам. Хочет, чтобы вы его послушали, понимаете, услышали, приняли, поняли. Не к кому-то там, не к дяди Пете, не к тете Моте человек пошел, а именно к вам. За каким-то, может быть, советом обратиться. Чтобы вы его послушали, услышали. Чтобы вы могли там, да, он мог, допустим, вам там, там проплакаться пускай, там что-то спросить у вас, узнать. И вы этого человека отвергаете, отталкиваете этого человека. В итоге он просто раз, два, три, пять, десять раз, все, человек к вам больше не обратится. Ни за советом, ни за чем-либо еще. И будет понимать, что вы не умеете слушать, что вы не умеете слышать, и что вы не умеете понимать. У человека пропадает к вам доверие, человек больше не будет вам о каких-то проблемах рассказывать. Потому что вы это доверие просто просрали. Вот и все. Думайте головой своей, ребятушки, а потом, потому что, чтобы вам потом не задумываться, а куда ты пропал, куда ты делся, куда ты делась, куда ты пропала, почему ничего не пишешь, почему ничего не спрашиваешь, почему ничем не интересуешься, где ты? Прошло больше месяца, человек мне ничего не пишет. Абсолютно. Как я поживаю, все ли в порядке? Человеку не интересно, человеку все равно. Эгоизм, как черта отсутствия любви. Хладнокровие. Безразличие. Как отсутствие любви, как следствие эгоизма. То есть это три вещи, которые взаимосвязаны между собой. Человек не хочет меня, может быть, слушать может, но слышать не может. Я понимаю, что если я этому человеку что-то расскажу, надо мной будут насмешки. Зачем мне это надо? Я лучше поделюсь с другим человеком. Со своей болью, которую я испытываю. Тяжестью. Которая меня сможет понять, которая сможет меня слышать. А не тот, который будет надо мной просто-напросто насмехаться. Человек, который для меня дорог. Просто абсолютно какие-то либо что-то светлое, да, что-то либо положительное. Просто все растаптывает и дотаптывает до конца. Тем, что мне важно было какое-то, допустим, там, мнение человека, повторюсь, который для меня дорог. Который для меня дорог. Но я для этого человека ничего практически не значу. Где-то, может быть, в глубине сердца там своего, в самом, вот, на антресоле мне куда-то закинули, знаешь, как, такой самый-самый запастой вариант, самый последний. Куда-то там далеко. По типу, если что, я к нему обращусь. Я вот знаю, что я для него там дорога, он там мной не пользуется, да, что он там человек верующий. Я имею право с ним вести себя как угодно. Нет, не имеешь права. Не имеешь права вести себя как угодно, потому что, пользуясь положением человека, допустим, верующим, этот человек впоследствии, использую его. Да-да, любого, кого угодно. Про верующих даже не говорю, потому что Бог своих детей хранит. И ты просто-напросто потом пострадаешь. Будет возмездие. Будет воздаяние. Если ты его сейчас уже даже получаешь, скорее всего, в своей жизни, а большинство людей получают его уже за свое отношение к другим людям, за то, как они относятся к жизни, к людям и так далее, то последствия еще хуже будут. То есть процесс сения жатвы. Чем дольше вы сеете, тем больше вы будете жать. Может быть, раза в два больше. Сеете вы плохое отношение к другим людям, там, лет пять. Ненависть, злость, эгоизм, хладнокровие, безразличие. Лет десять вы будете это жать. Десять или пятнадцать. Ребятушки, это просто я вам гарантом вот говорю. Насмехайтесь над чьими-то чувствами. Поверьте, будут над вами потом стебаться. Над вашими чувствами, над вашими эмоциями. Отношения, которые есть, будут распадаться. В пух и прах. Подумайте. Поэтому, почему важно слушать? Чтобы мы могли человеку доверять. Человек мог нам доверять. Важно слушать, если человек нам дорог. Слышать. Если человек нам дорог, мы должны быть готовы слышать. Не просто ушами, а мозгом слышать человека. Понимая, что он нам хочет донести. Какую информацию нам доносит. Что он нам хочет сказать. Скорее всего, о какой-то своей боли рассказать. Сострадать умеете человеку. Учитесь сострадать человеку. Понимать. Понять человека, как ему тяжело и больно. Даже если вы не понимаете его. Не надо насмехаться над человеком. Просто выслушайте его внимательно. Ободрите человека. Мы уже говорили с вами, почему важно человека уметь ободрять. Поддерживать. Сесть. Понять. Сказать, я тебя понимаю. Выслушать человека, насколько тяжело ему. Можно сказать, допустим, человеку честно. Я не проходил через это в жизни. Но ты мне, или там, да ты мне очень дорогая. Или дорог. Я хочу тебя поддерживать. Мне очень тяжело от того, что тебе больно. Мне очень тяжело от того, что тебе тяжело. Я сострадаю тебе от всего чистого сердца. Потому что ты мне небезразлична или небезразличен. Выслушать человека. Да, быть готовым может быть там и заплакать вместе с человеком. Быть готовым к этому. Если вам человек дорог, вы в сердце своем чувствуете, человек страдает. И вы сострадаете ему. Потому что вы испытываете ту же самую боль, что и он испытывает. Повторюсь, потому что человек вам дорог и вам больно от того, что этому человеку больно. Подумайте, друзья мои. Учитесь слушать, слышать и понимать. Потому что это крайне важно. Особенно в отношениях между мужчиной и женщиной. Между мужем и женой. Иначе, ребят, не режьте с плеча. Не кричите, не орите на человека. Будьте готовы выслушать человека, что он хочет вам донести. Поговорите, пообщаться. Разрушите доверие, разрушите нормальные отношения. Человек будет с кем-то там, да, кому-то советоваться с другим человеком. Вас не будет ставить в авторитет. Вы потеряете свой авторитет в отношениях. И в итоге к вам просто не будет обращаться за советом. И по факту человек будет в отношениях поступать так, как ему вздумается. А вы для него, по сути, в отношениях ничего значить не будете. Вот и все. Авторитет свой в отношениях нужно, чтобы он был. Как у мужчины, так и у женщины. Определенный. Так что, друзья мои, пока что на этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Огромное количество гайдов. Let's play всего классного и крутого. Также роликов о жизни сможете идти у меня на канале. Слева, справа. Новое, самое последнее видео. Рекомендую видео специально для вас. Снизу плейлист. Видеоролики поговорим о жизни. А вот здесь у нас с вами кнопочка подписаться. Так что, с вами был Ашуранка. Спасибо за внимание. До новых встреч. Не переключайтесь. Огромное количество всего классного. Смотрите меня на канале. Спасибо за внимание. И пока-пока, ребятушки. Не переключайтесь.